так народ здравствуйте все зарядился ботинки тряп эти перчатки high west visible наушники камеры батарейки дрон эшроны все это туфта общем видите как надо как блогеры ездят куда-нибудь беру машину жены чтобы покомфортнее было ехать и валим с вами смотреть едем с вами смотреть как он называется трак погнали так ну что ребят вот он этот аппарат стоит тут коммунист переднюю ось выбила вроде пружину не оборвала не сломала но как-то она сидит непонятно поддон не интересовал поддон поддон пробега на этой машине 700 тысяч миль значит трубы уже ржавеет начали дайна флэкс крепежи дайна флэкс очки но эти трубы спад этого спада покрашенном сверху то есть не не круто не профессионально как я думал спальник у него вырванный рама где-то 300 базу плюс-минус в районе 300 дайте сколько много подсоединений зачем крышка тоже покрашена все закрыты крылья стояли видите наваренные то для того что крылья стояли рама ржавенькая просто сняли эти крылья видимо хорошие были диск побитый на у тут скорее все касались эти крылья могла бы то отлазить краска кардан сняты чтобы его товать могли мост мокрый сзади сигнал стоит очень дорогой этот сигнал стоит это дисплей 1000 долларов так здесь удар хороший пошел бак замяла сверху бак разделены или сварены видите скорее всего разделены потому что у него стоит в этот кит в этот кит это гидравлическая гидравлическая тема общем я думал что это спальник 48 оказался 63 вот это мне интересовал удар удар прекрасно хорошенечко его так приложила но кабину все-таки не потянуло почему была дверь открыта на фотографии я не знаю но вот это всех сбивала что дверь открыта как будто кабина гнута но кабина идеально все четко но ребята он он ржавый для шестнадцатого года он им скажу ржавенький давно не видите вот кит трубы идут сюда он она заливная горловина также сам покажу это будет лучше видно видите нет вы не видите потому что солнце вот так это деф всякая такая тема но почему он так криво лежит вот это непонятно почему потому что сорвало крепление вот почему поэтому он и лег сильнее на эту сторону ну кабина не бита что хорошо но капот битый очень сильно видите а на фотографии этого не видно абсолютно каменс кто-то поснимал то есть тут мотору может быть и труба может быть просто кто-то снял потому что сейчас в америке не достать вот эти вот видите их нету и уже начинается своих траков снимать ну вернее скопартовских похоже как ну что вам сказать конечно не то что прям я ожидал скажем так вот видите крепление то вырвало и получается сильнее просела пружина и он сел ниже эта часть поэтому и выглядит и вообще обломала сверху видите оборвала вот она крепишь ну ось непонятно кархолоровская она или нет резина резине труба всей полностью капот эту часть на ремонт стопроцентовый суппорт и бочину это хороший такой дорогой ремонт плюс решетка тоже ремонт на трак прикольный но то что я хотел на него давать 60 тысяч я считаю это дороговато не стоит он этих денег может он и стоит но не для меня скажем так а он пойдет дорого пойдет салончик салончик тоже весь видите на фотке выглядел просто бомба а в реальности он весь задрипанный смотрите 18 ступенчатая коробка штучка стоит 80 баксов прикиньте вот эти вот тоже очень дорогие вот он для ветки это включатель сигнал этот мощный сигнал реально это очень дорогой сигнал сидушки классные спальничек тоже что-то там свисает у него в общем все ясно на нем пробег 700 тысяч миль удобно вот это вот штучка реально классная тема надо себе будет поставить в следующем траке да как то так ребят поглядел его хорошо общем мне он даже не интересен сделано здесь все очень похабно он ржавый весь засратый грязный весь маслят что-то там кидал у него не знаю дефа там уже давным-давно нет а там все вырезано просто глушитель стоит смотрите отсюда не будет на равен но отсюда будет видно какой то он общем какой то никакой может поэтому и видите убрали полностью они сделали напрямую турбина да и без видите гоняют кто его знает но я думал делитный весь уже сто раз о ключ не знаю штук за 40 бы его взял но он уже 42 стоит так что трубы уже все джанк их выкидывать они уже гнилые уже цвет поменяли даже видите поэтому как то так что значит приехать посмотреть это большое дело очень большое дело выглядел он бомбически на фотографиях я вам покажу фотографии посмотрите он выглядел очень красиво очень элегантно так знаете ну смотрелся реально что там . просто лялечка но в реальности это хламчик резина вся новая нужно в общем не пойдет не пойдет да как это так доброе утро друзья и так аукцион будет начинаться через 18 минут так что с вами посмотрим получится ли у нас взять этот рак или нет значит он 11 в очереди стоит вот он я вам вчера его не показывал значит это второй трак который я не могу посмотреть но я разговаривал с оригинальным хозяином который был раньше владелец этого трака до того как он попал в аварию вот так что вроде с траком все нормально пробег на нем не пишется на аукционе но хозяин сказал что на нем пробег 430 тысяч миль то есть гораздо меньше чем в том и он весь в стоке вот смотрите вот фотография его он также упал не также меня также правая сторона повреждена упал на правую сторону но если очень сильно присмотреться то можно весь удар увидеть здесь крыло замято чуть-чуть и капот могут задавлены порожек оборванный воздухом загнутый глушитель загнутый кабина с этой стороны вообще идеал видите просто лялечка вот здесь крыло одно крыло сняли вообще другое оборвало по обломала там крылья 13 ступенчатая коробка стоит вот не видно видите не мили ничего пятое колесо он флоридский видите нигде ржавчина абсолютно не проступает допустим как в том траке было вот так что задняя часть резина хорошая это чисто глайдер кит как можно определить глайдер не глайдер сейчас скажу но вчера не было фотографии или вчера вечером только фотографии не поставили по двигателю ранее было фотографии двигателя но я вначале узнал про двигатель сам сейчас объясню как значит вот крылья кардан снимают кого тащат их чтобы коробку не перегреть вот и вот удар ближе смотрите если ну это сейчас он уже как бы чисто аукцион играть будет а когда можно зайти на него просто посмотреть через вот эту вот щелочку я увидел вот там вот есть а силуэт поддона и он ребристый то есть знаете такие вот такие ребра идут а это только у детроида такие ребра идут поэтому как бы я понял что там детроид то есть не каменцы никит вот у них поддоны гладкие поэтому я определил потом созвонился ну вернее списался с хозяином и он подтвердил а уже потом позже перед самым аукционом видите выставили фотографии двигателя то здесь стоит детроид 60 серии 12 7 литра это популярный двигатель также вставится в эти в глайдеры глайдер это значит машина продавалась завода просто весь каркас полностью без двигателя коробку двигатель коробку нужно станции устанавливать только отремонтированную нельзя свой новый двигатель поставить то есть нуля через завода нельзя поставить двигать это он не будет считаться как глайдер. То есть, глайдер, сюда можно хоть паровую установку устанавливать. Чем хороша эта машина, на нее нет никаких ограничений по выхлопу и все такое и тому подобное. Немножко приболел, ничего страшного, в общем, фоню, так что не обращайте внимание на это. Вот, значит, смотрите, спалку здесь сорвало с петель, мы с моим другом рассматривали хорошо, посмотрели, вот здесь видно, но опять же, я говорю, фотографии можно приближать на другой, когда просто на нее смотрите, и видно, что спалку сорвало с петель. Бак тут погнутый тоже, в общем, тоже есть удар, скажем так, есть работа, но это оригинальный глайдер настоящий, то есть он будет ездить на бумажном лакбуке всегда, 16-й год, также 389-й. Такие вот пироги, давайте я вам сейчас, этот мы припустим вот так, аукцион, а вот здесь можно посмотреть чисто, вот смотрите, как смотрят на аукционе, выключаете вот это вот, вот как я определил, смотрите, нашел эту фотографию, вот видите, здесь толком непонятно поддон, да, вы включаете вот это HD View, то есть и теперь вы можете приближать с высоким разрешением, смотрите, когда приближаете, это максимально, что оно приблизило, видите, вот эти ребра, одно ребро и второе ребро, но вот это вот здесь третье, уже темно, плохо видно и четвертое ребро, вот эти ребра, это говорится о том, что это поддон от Детройда, как-то так, ну и темный цвет тоже, хотя если камень, он черный будет, но камень и гладкий поддон, именно на 14, если туда поставили, но таким вот образом мы рассматривали его весь, но вот, так что видите, вот где места вот это прикручено, пятое колесо, все, посмотрите, трак из Флориды, абсолютно ржавчина нету, посмотрите, в каком состоянии вообще, просто рама, бомба, вот, и давайте я вам еще Копарт покажу, Копарт, так, смотрите вы, ребят, вот как второй трак стоит, во-первых, вчера я, когда приехал домой, уже под конец дня, на него уже поставили 59 тысяч, это сейчас стоит на него ставка 59 тысяч, он этих денег не стоит, его максимум цена, ну 45 я бы дал, наверное, все-таки, но, скажем так, красная цена полтинник ему, потому что там очень много ремонта и он уже уставший, как я уже говорил, но смотрите, как он выглядел, видите, не видно, что капот вот здесь вот сильный, как будто просто вмятинка есть, как поменять вот эту вот часть и все, но то, что он туда заходит загнутый, не видно, но можно было определить, что он там подзагнутый из-за того, что капот задратый, но опять же, крыло могло застрять в креплении и также может показаться, что он из-за этого он застрят, пол закрытый, понимаете, вот непонятно, вот это было дело, он лежит низко, непонятно, есть удар по поддону или нету, сидит также на ту сторону сильнее, то есть можно подумать, что рама у него немножко поведена от удара, понимаете, непонятно, вот, но выглядит, посмотрите, как шикарно на этих фотографиях он, смотрится просто шикарно, такой четкий весь, и вот это мне очень сильно интересовало, это дверь, опять же, здесь та же тема, ставите high definition и можно приближать, я рассматривал, ну тут видно, что это оттопыренная шторка, но все равно непонятно было, какой удар был по кабине, почему дверь, видите, она натянута стропой, вот стропа и вроде дверь не закрыта, да, то есть какая-то деформация пошла кабина или чего, почему не закрыта, оказывается там все нормально было, может просто не дотянули стропу или что-то, но когда я приехал, дверь была закрыта, вот, так что пробег 705 тысяч на нем, коммунист стоит тут, вот, вот ближе удар, вот как бы по вот этой вот части только можно определить, что капот посильнее загнут, насколько непонятно, опять же, но мы вчера с вами посмотрели, что загнуто сильно, панель, все выглядит так шикарно, в реальности, конечно, совершенно другое, спальник, по спальнику я, ну, как бы, определил, что вот эта вот часть, скорее всего, с крыши, которую я вам вчера показывал, что не было видно фотографии, смотрите, крыши не видно, что вот здесь вот она вот тут начинается, вот это, прям вот здесь вот начинается, сорвана вот эта байда, вот, также там была какая-то аудиосистема вырванная, тут тоже фоток этого ничего нету, ну, в общем, выглядит он прикольно, но в реальности он похуже, вот, ну, уже стоит почти 60 тысяч бит, посмотрим, за сколько он уйдет, тоже интересно, но на данном этапе мне он не интересен, так что мы на него бить не будем, будем играть вот этот рак, этот рак больше всего меня интересует, так что ждем аукцион, он будет через 10 минут, так, ребята, смотрите, я вам хочу что-то показать, насколько сейчас сумасшедший маркет у нас на фурах, 15-го года, драйвен, битый в бочину, посмотрите, как сильно битый, то есть какая-то стена, в стену в какой-то, стоп какой-то въехала, или куда, я не знаю, сейчас я найду, посмотрите, за внутри фотография, вся крыша там поведенная, посмотрите, вот, и где-то чисто сбоку было видно, сейчас я вам покажу, вот, смотрите, как завалены, о, о, смотрите, как, прикиньте, 15-го года старючий драйвен, и он уже на аукционе стоит 11,5 тысяч, просто не могу в это поверить, 11,5 тысяч, цена 15 штук, наверное, ну, под 20 тысяч в идеальном состоянии такого года была раньше, вот, сейчас такой дурдом творится, просто жесть, о, комбайн, нормально, 4-го года комбайн, 425 долларов ставка стоит, ну, понятное дело, что она пойдет вверх, сейчас будем играть, ребятки, джандирчик, вообще ставок нет, 1 минута 30 секунд, так, ну, что, посмотрим, да, до 65 даже смело, быстро, ок, до 70, до 70, 67, да, он попрет конкретно, он будет валить, о, 71, так, пока, пока посмотрим, сейчас, как он медленно будет, 73, жесть, там, ну, да, шо, ну, такое надо, я в шоке, а-ля, уже 78, 79, 80, я в шоке, если бы скетом был бы, я бил бы до 90, но с детроидом 83, кошмар, а-ха, опять все дали, это он все, получается, он реально до упора, а смысл такие деньги отдавать, пока он его сделает, ну, а это не те же самые машины, что на Копартах, на АИЕ, он не взял, Ахая берет его, да, значит, он не до упора бил, как он хотел, 86 тысяч, сумасшествие, просто сумасшествие, да, я понял, будем дальше искать, все, пацаны, буду брать себе Вольву, смотрите, девятнадцатый год, машина, и как дешево идет, новая тачка, даже на 60 штук набить нормально не могут, давайте, давайте, ребята, тачка огонь, еще Д13, тут только за движок можно 60 штук давать, ну, ну, ура, 60 штук, Седалия, это наши бьют 100%, Седалия, Седалия, Орегон, это точно, оба наши бьют, и там, и там, ерундой занимаются, набейте уже нормально, что вы по чуть-чуть хлопаете, все, 62 штуки, ну-ка, Петруха, вот как бить надо, учитесь, Вольвисты, как надо классику бить, 2005 год, мир сошел с ума, 6, Амарила, Мексы заберут, они, а Флорида тоже там, наверное, внизу где-нибудь, Мексы, вот так-то, вот, 15800, так, ребята, ну, что, следующий трак будет играться уже Петербилд этот белый, сейчас его ставка 67 тысяч уже, прикиньте, вчера мы смотрели, с вами было 59, сегодня 67 уже, ну, погнали, детский сад этот, Копарт, реально детский сад устроили, народ что-то валит туда, я не понимаю, 69, обалдеть, вот я хотел бы поглядеть на лицо этого человека, который его заберет, как он будет за голову браться, когда он увидит, что он купил, с Калифорнии, обалдеть, Кентакки, 71,500, жесть, 73, 2 человека бьют, Кентакки и, о, Мичиган ударил, Калифорния только била, да, Кентакки забрала 75,000, а этот бонус тайм ваш бесполезный, все, Кентакки его забирает за 75,000, ребят, это кошмар, опа, Калифорния одумалась, ничего себе, обалдеть, 76 штук, вот так-то, а это что такое, о, 19-го года фретлайнер каскаде, вмученный, конечно, в дрова, посмотрим, ни одного бида, 9300, все, сколько набили, столько осталось, ясненько, вот такие вот дела, ребятки, такие цены на сегодняшний день, и теперь стоит вопрос, надо было продавать бизона, есть ли смысл в этом, не жалею, да, продавать надо было, не жалею, абсолютно, найти машину себе, всегда найду то, что мне понравится, так что, все будет самое интересное только впереди, ну а сейчас будем заниматься, наверное, кешей, чем-то, на чем-то зарабатывать деньги-то надо, так что, всем удачки, всем спасибо за просмотры, за комментарии, за оценки, следите, что будет дальше, я думаю, будет очень интересно, всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok